Улица Калининградская, Микроэнтекстильщик, Улица Тарасовская, Жилые дома по улицам Новая, Молодежная, Горького, Микроэнтекстильщик, Достоевского, Железнодорожная аллея, Московская, Колхозная, Героев Курсантов, Тихонрава, Жилые дома в поселке Любимовка. До проведения публичных слушаний в комиссию поступило 920 обращений граждан. Всего зарегистрировалось на публичное слушание 112 человек. Предварительно зарегистрировались для выступления на публичное слушание, в том числе и на все, 13-81 человек. Состав комиссии. Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по проекту генерального плана Городского округа Королев Московской области назначена постановлением главы Городского округа Королев Московской области от 25 февраля 2016 года за номером 6-ПГ. Слушание проводят в составе комиссии. Копцык Юрий Анатольевич, руководитель администрации Городского округа Королев Московской области. Денисов Дмитрий Герасович, первый заместитель председателя Совета депутатов. Депутаты Совета депутатов городского округа Королев. Раевский, Очех, Волков, Гомзе, Любимов, Павлов, председатель общественной палаты. Первый заместитель и заместитель руководителя администрации. Даниленко, Ковалева, Иванов, Красноцветов. Начальники управления. Студенекин, Пчелинцев, Кулешова. Александрова. Начальник территориального управления, главного управления архитектуры и градостроительства Московской области. Лепчухова, заместитель начальника территориального управления. Товкачевский, консультант территориального управления. Ли, главный эксперт территориального управления. Малинова, главный архитектор НИП градостроительства. Кузнецова, заместитель начальника управления градостроительства. Квачинский, начальник сектора капитального строительства и управления градостроительства. Решетарова, начальник сектора архитектуры и градостроительства управления градостроительства. Рыскина, главный эксперт управления. Председатель комиссии Даниленко ОА. В составе комиссии входят 24 человека, присутствуют 14 человек. Кворум имеется. Регламент публичных слушаний. 12.30.14.30. Регистрация участников публичных слушаний при наличии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 14.30.14.40. Вступительное слово руководителя администрации городского оборудования Королёв и председателя комиссии публичных слушаний Даниленко ОА. До 10 минут. 14.40.15.10. Доклад в основном положении генерального плана городского оборудования Королёв. Замечитель рукой для администрации Иванова Сергея Викторовича. До 30 минут. 15.10.18.10. Слово для выступления предоставляется участникам слушаний до 2 минут в порядке очереди поступления заявок на выступление, заранее подавшим заявку на выступление или уведавшим о выступлении при регистрации. Перед тем, как задать вопрос, участник слушаний представляется, называя чётко фамилию, имя, отчество. Ведётся аудио-видеорегистрация. Перед тем, как задать вопрос, участник слушаний представляется. Значит, все письменные заявления, поданные во время публичных слушаний, и специальные заявки имеют равнозначную силу, как и выступления участников, будут приобщены к общему протоколу. 18.10.18.30. Ответы на замечания по генеральному плану члены комиссии по проведению публичных слушаний. 18.30. Заключительное слово председателя комиссии и руководителя администрации городского округа Королёв. Докладчики. Иванов Сергей Викторович, заместитель руководителя администрации. Прошу всех по повторным вопросам оставлять письменные обращения в специальные ящики для того, чтобы сократить время публичных слушаний. Слушание проводится в строгом соответствии регламенту. Председатель комиссии вправе прервать выступающего для соблюдения регламента и передать слово следующему. Сейчас вступительное слово предоставляется руководитель администрации городского округа Королёв Копцкого Юрия Анатольевича. Спасибо. Добрый день, уважаемые друзья. Я вас рад приветствовать на очередных публичных слушаниях. Они у нас уже восьми из тринадцати. Я тогда прервусь, сразу отвечу на вопрос, который я вижу сейчас в зале задается. Сейчас после моего вступительного слова и Олег Александрович еще раз поставит этот вопрос на голосование, так как у нас на некоторых публичных слушаниях соблюдался регламент две минуты, а на некоторых было предложение предоставить слово без ограничения. Поэтому, как будет принято решение, есть регламент, исходя из двух минут, чтобы вы понимали, принимается из количества запишавшихся для выступления. Естественно, делится на времени, и вы сами понимаете, что публичные слушания не могут в сутки проходить. Поэтому решение будет принято вами. Давайте так, после моего вступительного слова, Олег Александрович, поставьте вопрос на голосование. Но я хочу обратить внимание на то, что на предыдущих публичных слушаниях, когда ставились вопросы без ограничения, то потом же и сами жители также возмущались в ограничении. Поэтому давайте все равно решение за вами. Олег Александрович поставит этот вопрос для согласования со всеми с вами. Я буквально хотел в двух словах сказать о том, что генеральный план города, заказ на его разработку был осуществлен администрацией городского округа Королев. На основании решения Совета депутатов были проведены конкурсные процедуры. И по итогам конкурса победителем по разработке генерального плана стал научно-исследовательский институт городостроительства НИИ Московской области. Он и занимался разработкой проекта генерального плана, который представлен нашим жителям. Перед представлением уже на публичные слушания генеральный план проходил заслушивание в Совете депутатов, также на трех городских градостроительных советах проходил, где присутствовали руководители всех наших градообразующих предприятий, депутаты городского совета, члены общественной палаты, активисты нашего города, члены Координационного совета. И данные градостроительные советы проводились в открытом режиме. И я даже вижу, многие, кто здесь в зале находятся, на них присутствовали. Вы, по-моему, присутствовали. А то мне в тот раз сделали замечание, что где это были городсоветы. Да, они были, проходили. Один из них, кстати, тут Дакокосина был. И в администрации были. И перед началом публичных слушаний, буквально за две недели, также по просьбе жителей была организована выставочная композиция основных моментов генерального плана в ЦДК Калинина и в ДК микрорайона Юбилейнин. Также для того, чтобы собрать наибольшее количество предложений и мнений наших горожан, в течение последних двух недель перед началом публичных слушаний, в соответствии с моим распоряжением, в администрации ежедневно проходил прием мой и заместителями по строительству, градостроительству, начальника управления архитектурой и строительства, начальника управления строительства чисто только по конкретным вопросам генерального плана. Также предложения принимались и в электронном виде, и в письменном виде, и там, и там в местах размещения генерального плана находились урны для сбора предложений. Так и здесь вот стоит стол регистрации, где можно представить вам и официальное свое обращение, и для вопросов, которые у вас есть, если есть такая необходимость, в письменном виде. Как я уже сказал, всего назначено 13 слушаний, было назначено 12, в связи с тем, что в ДК Большего не хватило людям мест, назначенные по просьбе жителей были дополнительные 13-ты публичные слушания, которые пройдут также здесь, в ДК Костина. Хочу обратить внимание, что опять же по просьбе горожан, из 13 публичных слушаний, 9 публичных слушаний проводятся в нерабочее время, в том числе и в выходные дни. На предыдущих публичных слушаниях приняло участие более 2,5 тысяч жителей городского округа Королёв. И, в принципе, основные предложения, которые поступили в адрес комиссии по публичным слушаниям, они были также доложены как главе города, так и сразу были направлены на следующий день научно-исследовательскому институту для разработки по внесению их изменений. Я на последних публичных слушаниях объявлял о том, что окончательные изменения будут внесены после 25 мая, когда пройдут последние публичные слушания, 13-е, и до 2 июня мы опубликуем уже не проект, а уже генеральный план с теми изменениями, которые поступили от горожан. Но хочу еще раз обратить внимание о том, что практически 100% тех предложений, которые поступили, они уже включены, как я говорил, в разработку на внесение в проект генерального плана, и сам институт уже занимается внесением этих изменений. Единственное, что порядок проведения публичных слушаний, они поэтому и называются публичные, предполагает о том, что официально это можно будет опубликовать, когда пройдут все публичные слушания. Но те изменения, которые предложили жители, они вполне реальные, вполне обоснованные, и поэтому и глава города, и администрация города поддерживают те предложения, которые были выдвинуты, и, естественно, они все будут обязательно учтены. Поэтому я вкратце, уже теперь по традиции, вот за несколько последних публичных слушаний напомню вам об этом, для того, чтобы нам, может быть, и ваше, прежде всего, время не тратить, для того, чтобы нам не повторяться, я с полной ответственностью могу сказать, что на 99% они войдут в генеральный план, если что-то не изменится в ходе других публичных слушаний. Первый вопрос, это был вопрос исключить строительство социальных объектов, в том числе школа планировалось построить на территории гаражно-строительного кооператива «Комунар». Это как один «Комунар», как и другой, там два ГСК находятся «Комунар». Это будет обязательно внесено изменение. Второе. Садово некоммерческое товарищество «Энергия» предоставить собственников участкам на общем собрании самим решить дальнейшую судьбу территории товарищества и окончательное решение принять по итогам проведения собрания. Я также говорил и сразу после того, как поступило такое предложение, и на последних публичных слушаниях, здесь я вижу в зале многие, кто был, и здесь я перед вашими камерами и телефонами еще раз официально заявляю о том, что вот на эту секунду, сегодня уже 11 мая, в адрес администрации протоколы собрания до сих пор не поступили. Да, до сих пор не поступили, но мы их ждем. Третье. Внести изменения в раздел генерального плана, посвященный строительству эстакад. Я не буду перечислять, в общем-то, жители единодушно приняли такое решение на предыдущих публичных слушаний исключить все пять эстакад, которые планировались. Четвертое. Исключитесь проекта генерального плана, дорога, которая была запланирована по улице Цветаевой, Щепкина и дальше на Загорянку. Пятое. Исключитесь проекта генерального плана расширения улицы Нахимова. Шестое. Исключитесь проекта расширения и реконструкции Сакаванцетти. Седьмое. Исключитесь проекта расширения и реконструкции улицы Циолковского. 8. Направить в правительство Московской области предложение об исключении из проекта расширения дороги по улице Кирова на Вивантеевку, так как эта дорога является объектом регионального значения и ее реконструкция предусмотрена схемой территориального планирования Московской области. Такое обращение мною в правительство Московской области направлено. 9. Исключить из проекта генерального плана многоэтажное строительство на территории индивидуальной жилой застройки микрорайона Болшова. Назначение земель оставить для индивидуального жилищного строительства. 10. Исключить из проекта генерального плана строительство муниципального цирка. 11. Исключить из проекта генерального плана строительство социальных объектов на территории микрорайона Самаровка. Оставить территориальное планирование микрорайона без изменений. Я хочу подчеркнуть, что я грубо выразился, что все изменения вошли. Вы знаете, есть некоторые изменения, которые предлагали жители. Ну, не обижая тех жителей, которые предлагали, которые немножко критики тоже не подвергались. Мы их, естественно, не включили. Это вот было такое предложение исключить из земель городского округа Королев территории парка Лосиный остров. Да, такое предложение тоже было. Я думаю, что не буду пояснять абсурдность этого предложения. Комиссия считает, что такое предложение, конечно, нельзя включать. Кроме того, что это зеленая часть, основная зеленая часть нашего города. И поэтому у нас город на сегодняшний день занимает в Московской области первое место по количеству вообще зеленых насаждений, которые есть. А по экологической обстановке занимает шестое место в России. Шестое. После таких городов, как Сочи и Краснодарских городов, шестое место. Москва-Санкт-Петербург на 13-м. И второе, это то, что на территории городского округа находятся такие поселения, как Торфпредприятия, как Оболдина и другие. И данные территории находятся на территории как раз Лосиного острова. И исключение этих территорий, прежде всего, повлечет проблему жителей, которые там живут. У них и так последние 40 лет они занимаются той проблемой, чтобы позаконить свои домовладения и придать им статус частного. Следующее, 12-е. Исключить из проекта генерального плана строительство многоэтажных жилых домов на месте пятиэтажных жилых домов по улицам Толстого, Чайковского и Пушкина. Еще было предложение, которое касалось домов, которые находятся в районе улицы Фрунзе. Но мнения здесь разделились. Здесь в зале присутствовала группа жителей этих домов. И на сегодняшний день некоторые собрания уже прошли данных жителей. И жители продолжают проведение собраний, сбор подписей. И так же, как и по СНТ «Энергия», решение будет за жителями, за собственниками помещений в данном микрорайоне. И 13-е предложение на прошлых публичных слушаниях, так сказать, более жестко поступило. Это касается района реки Клязьма, где были предусмотрены спортивные плоскостные сооружения. То есть создание участков для создания зон отдыха вблизи реки Клязьмы. Но те, кто находился в зале, в общем-то, единодушно одобрили. И поэтому мы как проект такого предложения вносим о том, чтобы эту зону назвать природно-преакционная зона без капитального строительства. Вот основные предложения, которые на сегодняшний день поступили и внесены для внесения изменений в проект генерального плана. Я, в общем-то, свое краткое выступление закончил. Я хочу еще раз вам сказать в итоге, что все те предложения, которые и сегодня поступят, ведется и аудио, и видеозапись наших публичных слушаний. Все предложения будут в обязательном порядке и обобщены, и включены. Так как в ходе публичных слушаний поступают также предложения, не только которые касаются генерального плана, но и те предложения, которые носят иногда бытовой ежедневный характер. Они также все учитываются и будут меры приняты или по улучшению обстановки в данном вопросе, или по исправлению этой ситуации. Поэтому предлагаю в деловом, прежде всего, дружелюбном порядке провести сегодня очередные публичные слушания. Сейчас внимательно выслушать докладчика. Это требует регламент проведения публичных слушаний. И всего вам самого хорошего и доброго. Сегодня провести удачный день вместе с нами. Спасибо. Слово предоставляется для доклада заместитель руководителя администрации Иванова Сергея Викторовича. До 30 минут. Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний. Вашему вниманию кратко предлагается доклад по основным положениям проекта генерального плана городского округа Королев на 2015-19-1995 года. Следующий слайд, пожалуйста. В рамках проведения Координационного совета по вопросам архитектуры и градостроительства городского округа Королев в адрес Координационного совета, в адрес администрации поступили замечания жителей микрорайона, жителей улиц ограниченных Октябрьская, Большой Тупик, улица Санаторная по размещению на указанном земельном участке многоэтажной жилой застройки. По результатам проработки и рассмотрения принято решение о направлении в институт разработчику генерального плана об исключении этих земельных участков, так как в основном там находятся земли индивидуальной жилой застройки. Рядом есть несколько ветхих домов, но они ближе к улице Советской, поэтому эти предложения учтены и направлены разработчику для исключения их с проекта генерального плана с сохранением земель для индивидуальной жилой застройки без многоэтажной жилой застройки. Следующий, пожалуйста, слайд. Я сейчас кратко остановлюсь на тех моментах, которые уже озвучил руководитель администрации, для визуализации, чтобы визуально вы понимали те моменты, которые уже замечания приняты и находятся в работе и направлены разработчикам генерального плана. Первое, то, о чем говорилось, это земли СНТ Самаровка, сохранить их существующее использование, это земли сельскохозяйственного назначения. До этого планировалось в проекте генерального плана строительства на этом месте социальных объектов. Это детские сады, школы, физкультурно-оздоровительный комплекс. ГСК Коммунар, который был озвучен и первый, и второй планировалось строительство школы, принято решение о сохранении территории за ГСК Коммунар с сохранением вид разрешенного использования земельного участка. Следующий. Та дорога, про которую говорилось, это улица Кирова, ее расширение далее на Ивантеевку и Пушкино. Дорога является регионального значения, дорога входит в схему территориального планирования Московской области. Нами направлено в правительство предложение для рассмотрения вопроса об исключении ее реконструкции и, соответственно, расширения. Следующий слайд. Те эстакады, которые вызвали наиболее бурное обсуждение в период проведения первых публичных слушаний, это пять эстакад, которые планировались на территории городского округа. Это четыре эстакады для связи Королева с микрорайонной юбилейной с той стороной. Те эстакады, которые планировались из микрорайона юбилейной на улицу Гражданская, с учетом мнения жителей категорически резкого отношения отрицательного к строительству этих эстакад, несмотря даже на то, что прорабатывались варианты их переноса в более удобное место и в другом направлении для минимизации, скажем так, последствий для близлежащих домов, принято решение об исключении этих эстакад из проекта генерального плана. На схеме они все отображены, в схемах функционального значения отсутствуют. Следующий. То, о чем говорилось, улица Щепкина на Загорянку реконструкцией также исключена. Следующий слайд. Улица Циолковского расширение, которое предполагалось, исключено. И улица Сакра-Иванцетти исключена с расширением и со связью от Болшевской эстакады до проезда Циолковского. Сохранено в том положении, в котором она есть. То есть, никто не говорит, что эти дороги не будут ремонтироваться и поддерживаться, но капитальная реконструкция их не предполагается с расширением и с увеличением пропускной способности. И улица Нахимова, и в том числе и прилегающие улицы, которые без расширения улицы Нахимова на Загорянку, расширение прилегающих территорий и прилегающих улиц, также нецелесообразно. Поэтому улица Нахимова и вся прилегающая улично-дорожная сеть направлена разработчику генерального плана для внесения изменений и исключения с сохранением ее как улицы местного значения. Следующий. Пограничников в том числе. Вся прилегающая сеть к улице Нахимова, как уже озвучил у вас на прошлых, в том числе и публичных слушаний. Следующий слайд. Значит, это у нас микрорайон Болшево, где планировалась зона градостроительной активности. Принято решение сохранить земель. Там есть часть ветхого жилого фонда на этих территориях, которую необходимо расселять и сносить. Принято решение направления разработчику генерального плана о сохранении этой территории для зоны индивидуальной жилой застройки. Без всякого многоэтажного жилищного строительства. Дальше остановлюсь по основным моментам, которые предусматриваются в целом для городского округа Королев. Следующий слайд. Генеральный план, как уже озвучено, был выше разработан научно-исследовательским институтом НИИБи градостроительства в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным в декабре 2014 года. Разработка генерального плана велась более года. Это детальная проработка, рассмотрение всего комплекса вопросов и комплексный подход к решению проблем городского округа Королев. Основная цель генерального плана – это определение перспектив градостроительного развития городского округа Королев на ближайшие 20 лет. Хочу отметить, что разработка генерального плана и сам генеральный план направлен на решение социальных вопросов, которые остро стоят в нашем городском округе. Это исключение дефицита объектов социальной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, в том числе резервирование земельных участков для последующего строительства социальных объектов. В ходе разработки генерального плана генеральный план был разбит на три этапа. Первый этап – это анализ существующего положения, в котором были задействованы 100% предприятий городского округа Королев. Это и градообразующие предприятия, это предприятия коммунальной сферы, это и электросети, теплосети, водоканалы, это и комитет культуры, образования и так далее. В результате анализа выполнена интегральная оценка проблемы приоритетных направлений градостроительного развития. И третий этап – это уже непосредственно разработка предложений по реализации генерального плана и по решению тех проблем, которые были определены. Следующий слайд. На сегодняшний день существующее положение городского округа Королев, площадь территории – 5,5 тысяч гектар. Хочу обратить внимание, что 1,6 тысяч гектар – это составляет земля национального парка Лосиного острова. Население на сегодняшний день составляет 221 тысячи человек. Количество рабочих мест – 76 тысяч рабочих мест. По своей структуре преобладает многоквартирная жилая застройка 4,6 миллиона квадратных метров и 827 тысяч квадратных метров – это индивидуальная жилая застройка. По вводу жилья, если брать сравнительный анализ по последним годам, в 2013 году было введено порядка 190 тысяч квадратных метров жилья. В 2014 году – 162 тысячи квадратных метров жилья. И в 2015 году – хочу отметить, что введено всего 103 тысячи квадратных метров жилья. То есть динамика на снижении. Следующий слайд. Основные проблемы городского округа Королев, которые были выявлены в ходе разработки генерального плана – это наличие ветхого жилого фонда. Остановимся немного ниже. Практически 96 тысяч квадратных метров – седьмое место на территории Московской области. Дефицит рабочих мест – 34 тысячи. Необходимость модернизации и расширения водопроводной очистной станции, обеспечивая 100% водопотребления Королева. Необходимость также модернизации и реконструкции существующих сетей тепловодоснабжения. Необходимость выноса очистных сооружений дождевой канализации с территории Национального парка «Лосиный остров», обеспечивающих 15% территории. Также выявлен острый дефицит сетей ливневой канализации по всей территории городского округа Королев. Выявлена низкая пропускная способность магистрали при плотности улично-дорожной сети, превышающая нормативную на 50%. Создавшийся в результате ранее утвержденных проектов планировки дефицит детских садов, школ, рабочих мест по уже утвержденным проектам планировки территории. И одна из проблем также – это наличие в пределах Национального парка «Лосиный остров» застроенных территорий сторонних пользователей. Это порядка 170 гектаров. Следующий слайд. По структуре здесь на карте отображены места скопления ветхого фонда, места его наибольшей концентрации расположения. Мы видим, что по структуре своей жилой фонд соответствует примерно по показателям для всей территории Московской области. Для Королева он составляет 71% многоквартирная жилая застройка, 29% индивидуальная жилая застройка, приблизительно 1 на той. И, соответственно, ветхий фонд на сегодняшний день 96 тысяч квадратных метров. Следующий слайд. В рамках ликвидации ветхого жилищного фонда 32 тысяч квадратных метров расселяются в рамках уже заключенных договоров развития застроенной территории от «Русинвест» и «Профиинвест». По 13 тысячам квадратным метрам есть заключенные инвестсоглашения с застройщиком о передаче квартир для расселения ветхого фонда. Происходить это будет в 2017-2018 годах. И по 51 тысяче квадратных метров необходимо применять перспективные проекты строительства и принимать решения по расселению и ликвидации этого жилищного фонда. Это та проблема, которую нам необходимо будет решать в рамках, в том числе, и генерального плана. Следующий слайд. На территории городского округа находятся два проблемных «Олимпа». Это УЖК «Олимп» и УЖК «Лесная корона». По УЖК «Лесная корона» есть понимание, как реализовывать, как строить. Есть застройщик, заключено мировое соглашение. В настоящее время получены два разрешения на строительство на первую очередь. Это первые два корпуса. И ведется работа с Минстроем и глав архитектуры по согласованию дальнейшей концепции архитектурно-городостроительного облика этого жилого комплекса по следующим четырем корпусам. Застройщик на сегодняшний день уже вышел на площадку и приступил к работам по завершению строительства проблемного объекта. По «Олимпу» ситуация немного сложнее. Там у нас идет сейчас конкурсное производство. В конкурсном производстве завершение строительства в настоящее время невозможно. Но в любом случае нами предпринимаются меры и предпринимаются шаги по завершению этого проблемного объекта. После того, как будет принято решение по конкурсному управлению. Это и корректировка и актуализация технических условий. Это и консервация объекта была. Это и кровля восстановлена для предотвращения затопления помещений. Откачена вода из подвального помещения. Обследование сетей проведено. То есть весь комплекс и перечень мероприятий, которые необходимо будет выполнять после принятия решения о определении застройщика, нами в настоящее время ведется с конкурсным управляющим. Следующий слайд, пожалуйста. Я уже останавливался на лесной короне. Следующий слайд. В результате проведенного анализа утвержденных проектов планировки территории выявлено всего на территории городского округа действует 11 крупных застройщиков. Все проекты планировки утверждены ранее градостроительным советом Московской области либо органом местного самоуправления. Разработанными утвержденными проектами планировки территории предусматривается объем строительства жилья 1,9 миллионов квадратных метров. В настоящее время введено в эксплуатацию или выдано разрешение на строительство в объеме 1,1 миллиона квадратных метров. В стадии реализации находится 800 тысяч квадратных метров. По результатам этого анализа, который был проведен, был выявлен существенный дефицит объектов социальной инфраструктуры. Выявлен дефицит 10 детских садов, 3 школ и 26 тысяч рабочих мест. Следующий слайд. Существующее положение по детским садам. В настоящее время на территории городского округа Королев 55 детских дошкольных учреждений. Очередь от 3 до 7 лет на 01, 09, 16 года прогнозная составляет 534 ребенка. Компенсируется и ликвидируется у нас на 1 января 16 года, на 1 сентября 16 года. Очередь у них будет за счет тех сад детских садов, которые были введены в эксплуатацию во второй половине 2014 года и в 2015 году. Дефицит по региональным нормативам градостроительного проектирования составляет 4836 мест. Мероприятиями генерального плана для решения проблемы дефицита и решения проблемы на расчетный период до 2035 года предложено строительство 20 отдельно стоящих детских садов на 3,5 тысячи мест и 36 пристроек к существующим детским садам на 2 и 2 тысячи мест. Следующий слайд. Школы. В настоящее время на территории городского округа Королев действует 28 средних общеобразовательных учреждений. Общим объемом 17,2 тысячи учащихся. Вторая смена обучается 1245 человек. Дефицит по региональным нормативам градостроительного проектирования, в том числе и выявленный по результатам анализа утвержденных ВПТ, составляет практически 12,5 тысяч учащихся. Мероприятиями генерального плана предусмотрено до 2035 строительство 14 школ на 15,2 тысячи мест, 10 пристроек к существующим школам на 3,5 тысячи мест. В настоящее время уже одна из школ, пристройку к одной из школ уже начали строить. Это школа 7, которая отсутствует в спортзале. Строительство спортзала уже начато по программе образования в Подмосковье. Касаясь микрорайона, по которому сегодня проходят публичные слушания, следующее слайд положу, пожалуйста. По указанному микрорайону предполагается строительство двух отдельно стоящих детских садов и реконструкция трех детских садов. Строительство одной школы и реконструкция одной школы. Следующий слайд. Существующая мощность больничная КОЭК составляет 1159. Дефицит по региональным нормативам градостроительного проектирования составляет 1160. Мероприятиями генерального плана предусматривается строительство пристроек больничных корпусов на территории первой и второй городской больницы. Указанными мероприятиями ликвидируется существующий дефицит. Также рассматривается вопрос для оказания специализированной медицинской помощи и использования потенциала Матичинского района, в том числе. Следующий слайд, пожалуйста. Поликлиники на сегодняшний день у нас составляют дефицит 1240 посещений в смену. Мероприятиями генерального плана предусматривается строительство поликлинической сети на территории первой и второй городской больницы, строительство новых корпусов и развитие и реконструкция существующих. Также одним из мероприятий генерального плана рассмотрено вовлечение в органы медицинского страхования ведомственных поликлиник, которые находятся на территории города. Это медико-санитарная часть номер 770 и госпиталь Мандрыха поликлиника на его территории. Для того, чтобы они обслуживали не только свои ведомственные учреждения, но и в том числе оказывали услуги для населения города. Следующий слайд. Проектом генерального плана предполагается к развитию, если брать близлежащий микрорайон Тихонраво, организация пешеходного пространства с местами отдыха людей, с проведением, скажем так, выходных дней каких-то массовых мероприятий, с объектами торговли, отдыха и развлечения. Это улица Тихонраво, вот если видно, здесь на слайде указано. Мероприятиями предусматривается обустройство этого пространства лавочками, светильниками, освещение архитектурно-художественное, подсвет, капитальный ремонт фасадов, ну и так далее. Целый ряд мероприятий по созданию пешеходного пространства на территории городского округа края. Следующий слайд, пожалуйста. На территории мероприятиями генерального плана зарезервированы земельные участки, которые находятся сейчас в зоне природно-рекреационного комплекса. Это и Национальный парк Босинный остров, это и Коржевские культуры, это и Комитетский лес, это и Центральный парк, это все то парковое пространство, которое находится на территории городского округа Королев. Они предусматриваются только для природно-рекреационной зоны, для зоны отдыха населения без строительства капитальных объектов. На сегодняшний день многие парки уже поставлены на кадастровый учет, что с видом разрешенного использования парк, что не позволяет строительство на этой территории каких-либо объектов капитального строительства. Это и Центральный парк, наш ЦДК Коленина, это и Комитетский лес, ну и так далее. Следующий слайд. Мероприятиями генерального плана разработаны предложения по обеспечению городского округа Королев спортивными объектами и сооружениями. Предусматривается реконструкция стадиона «Вымпел», стадиона «Металисты», стадиона «Фабрики 1 мая». В том числе предусмотрено строительство новых спортивных объектов, как капитального строительства, так и плоскостных. Создание спортивных ядер на территории существующих школ, в том числе для обеспечения потребностей жителей прилегающих микрорайонов и территорий. Планируется строительство фокус с ледовым покрытием, планируется фокус с бассейном, с аквапарком, с фитнесом, а также хоккейные площадки и плоскостные сооружения. Мероприятиями генерального плана дефицит, который в настоящее время существует по спортивным объектам, полностью ликвидируется. В рамках разработки генерального плана в том числе учтены и объекты культуры, которые находятся на территории городского округа Королев. На сегодняшний день существующий дефицит досуговых центров составляет практически 6 тысяч мест и библиотечного фонда практически 383 тысячи тонн. Для ликвидации этого дефицита на расчетный срок до 2035 года размещено библиотек с суммарной емкостью 573 тысячи тонн, досуговых центров с суммарной емкостью 7,5 тысяч мест. Переходя к анализу рабочих мест, остановлюсь еще на объектах культурного наследия, которые находятся на территории городского округа Королев. В мероприятиях генерального плана учтены зоны памятников культуры и памятников объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа. Они отображены на картах зон функционального назначения. Строительство на этих территориях невозможно. Только реконструкция с сохранением существующего архитектурно-художественного облика и ансамбля. Это и дача Марины Цветаевой, это и усадьба Крафта. В настоящее время разработан проект зоны охраны объекта культурного наследия. Это усадьба зоны Провикалиш, в том числе Лапина Спасская, ну и так далее. Все объекты культурного наследия, которые находятся на территории городского округа Королев, мероприятиями генерального плана учтены. Сейчас Минкультом ведется работа по включению в перечень объектов культурного наследия ансамбля Болшевской трудовой коммуны. Следующий слайд. Переходя к анализу рабочих мест, в настоящее время, как я уже озвучил выше, на территории городского округа Королев существует 76 тысяч рабочих мест. Дефицит составляет 34 тысячи мест. И в том числе отложенный дефицит, который создан ранее убежденными проектами планировки, составляет 26 тысяч рабочих мест. Суммарно мы получаем дефицит рабочих мест в 60 тысяч. Хочу отметить, что на территории городского округа Королев 47% работающих на территории городского округа Королев задействованы в промышленности и инновации. Для сравнения, в Московской области этот процент составляет 36, по Москве 27%. Достаточно высокий процент. Это одна из особенностей городского округа Королев. Следующий слайд, пожалуйста. Мероприятиями генерального плана предусмотрено строительство центра инноваций на землях Минобороны, на землях 4-го Центрального научно-исследовательского института в микрорайоне Юбилейный, создание так называемого технопарка. Также строительство культурно-делового центра, интенсификация использования существующих промышленных площадок, существующих земельных участков для развития и создания новых рабочих мест. Не секрет, что сейчас даже наши градообразующие предприятия не совсем эффективно используются земельные участки. Они сохранены в тех размерах, которые были до этого. Наша задача задействовать вовлящих в оборот для создания новых рабочих мест. Следующий слайд. На предыдущих публичных слушаниях поднимался не раз вопрос о статусе наукограда, который присвоен городскому округу Королевов. В соответствии с законом численность работающих в организациях научно-производственного комплекса должна составлять не менее 15% от численности работающих на территории муниципального образования. В настоящее время в научно-производственном комплексе работает и задействовано 46% трудящихся на территории городского округа. Социальная сфера составляет 19%, коммерческая сфера составляет 35%. Соответственно, в том числе генеральным планом и созданием рабочих мест, инновационных мест позволит сохранить статус наукограда и в дальнейшем. То есть эти мероприятия генеральным планом учтите на следующий слайд, пожалуйста. На слайде достаточно мелко, конечно, отображено. Здесь указана структура рабочих мест по основным предприятиям научно-производственного комплекса, комплекса инноваций и промышленности. Здесь полностью дана расшифровка по количеству мест, которые есть сейчас на территории городского округа Королев, занятых в области инноваций и строительства. Если надо будет кому-то ознакомиться, я после уличных слушаний могу предоставить эту информацию. Следующий слайд, пожалуйста. Мероприятиями генерального плана предусмотрено также развитие транспортной инфраструктуры, строительство четырех транспортно-пересадочных узлов по основным нашим направлениям. Это Подлибки, Болшева, Валентиновка и Первомайка. Предусмотрена их реконструкция, предусмотрено проектирование и строительство третьего и четвертого главных путей Ярославского направления. Ярославское направление – это одно из самых загруженных направлений на территории Московской области. Пассажиры поток очень большой, особенно в утренние часы. Мероприятиями также генерального плана для решения транспортных проблем предусмотрено расширение дальнейшей Пионерской, расширение улицы Станционная, Советская в сторону Ивантеевки. Также предусмотрено строительство путепровода в районе Фрязевского переезда для ликвидации пробки на улице Московская, Советская, Станционная и решение этих вопросов. В том числе в мероприятиях генерального плана предусмотрено строительство магистральной улицы районного значения от улицы Пионерская до улицы Академика Легастаева. Следующий слайд, пожалуйста. В схеме территориального планирования Московской области включена схема легкорельсового транспорта, которая предусматривает связать между собой все города, крупные города Московской области, в том числе и транспортно-пересадочные узлы. Такой легкорельсовый транспорт пройдет и через городской округ Королево планируется. Хочу обратить внимание, что строительство легкорельсового транспорта будет выполняться максимально без вмешательства в существующую улично-дорожную сеть. Строительство может предполагаться в трех вариантах. Это как надземный, подземный, так и навесной воздушный транспорт. Таким образом, легкорельсовый транспорт, строительство его, во-первых, оно будет разрабатываться в рамках проектов планировки территории, в рамках разработки проектной документации с учетом зон экологического воздействия, то есть с минимальными потерями, с минимальным вредным воздействием на существующую улично-дорожную сеть и существующие жилые дома, которые будут находиться рядом. Приблизительная форма эстакада в районе Фрязевского переезда для решения вопроса с пробками, которые происходят практически в течение всего дня в районе Фрязевского переезда. Проработки уже есть, работа в этом направлении ведется, и мероприятиями генерального плана это учтено. Следующий и еще следующий. Мероприятиями генерального плана также проведен анализ существующего положения с парковочным пространством. В настоящее время необходимо на территории городского округа Королево, в том числе на расчетный период, 92,8 тысяч квадратных парковочных мест. Имеется в наличии 67 тысяч парковочных мест, дефицит составляет практически 25 тысяч рабочих мест. Мероприятиями предусмотрено создание парковочных мест на дворах с расширением гостевых стоянок, расширение уличнодорожной сети и строительство парковочных карманов вдоль улиц, устройство парковок на градообразующих предприятиях для решения проблемы. Не секрет, что в дневное время, допустим, в районе РКК «Энергия» очень сложно припарковаться, создает большое неудобство для работы коммунальной техники, аварийных служб и так далее. Поэтому работа эта ведется с градообразующими предприятиями для строительства на их территории и парковок для персонала, для того, чтобы разгрузить существующую и прилегающую уличнодорожную сеть. Предусматривается реконструкция ГСК, создание новых многоярусных паркингов, а также строительство перехватывающих парковок в районе транспортно-пересадочных узлов. Следующий слайд. Генеральным планом и разработчикам генерального плана направлены предложения по исключению сторонних пользователей из границы национального парка Лосиный остров, 170 гектар. Это те земли, которые уже издавна используются населением, жителями городского округа Королев для садового и ведения дачного хозяйства. Это территории Каховки, Оболдина, Водопроводчик, Красный Хутор, поселок Торф, предприятие, которые находят сложившиеся ситуации в зоне национального парка Лосиный остров. Поэтому нами направлены такие предложения по исключению этих территорий из национального парка Лосиный остров. Следующий слайд. Мероприятиями генерального плана предусмотрен расчетный период полная модернизация и покрытие городской территории городского округа Королев сетями ливневой канализации 100%. Предусмотрены мероприятия по строительству ВЗУ, по реконструкции котельных. Предусмотрены мероприятия по строительству как основных очистных сооружений, так и локальных очистных сооружений. Для обеспечения бесперебойной подачи воды, тепла в жилые дома на территории городского округа Королева, в том числе и с модернизацией. На расчетный период до 2035 года мероприятия генерального плана позволяют решить существующую проблему в области жилищно-коммунального хозяйства. Также следующий слайд. Проработан вопрос модернизации сетей электроснабжения, тепла и газоснабжения. Предусмотрено строительство новых котельных, реконструкция 100% котельных, на которые находятся в настоящее время на территории городского округа Королев, и в том числе строительство новых котельных. Следующий слайд. Генеральный план своим предназначением должен создать комфортную и безопасную городскую среду, ликвидировать дефицит объектов, социальной инфраструктуры, решить проблемы недостаточно пропускной способности уличнодорожной сети, предоставить необходимые условия для воспитания молодежи, создать в городе новые рабочие места и обеспечить правильный вектор развития города на годы вперед. Спасибо.